приветствую вас дорогие друзья сегодня хочу рассказать вам как можно совмещать торговлю от уровней с анализом потоков ликвидности хочу сказать что даже лучше совмещать потому что сейчас для того чтобы получить преимущество на рынке нужно больше чем просто технический анализ очень актуально видеть информацию изнутри потоки ордеров которые собственно и формируют финансовые рынки сегодня мы поговорим как раз какие дополнительные инструменты можно использовать первое это контратаки второе это и че в те объемы третье это коммерческие уровни совмещать их с уровнями техническими и соответственно мы также поговорим о кумулятивной дельты по количеству тиков что она нам показывает и свойства ищете объема восстанавливающих я вам буду приводить некоторые примеры которые помогут вам понять сам принцип работы то есть я не буду сейчас давать вам прогнозы какие-то важно разобраться с самой методикой принятия решений это вам поможет потому что сейчас просто сильный уровень это недостаточно и не является причиной для того чтобы открывать позиции всегда можно найти оправдание своей плохой сделки сказать что это сильный был сильный уровень да вот давайте начнем первый пример это будет индекс s&p 500 ситуация которая произошла вот здесь произошел хороший отбой от сильного уровня нужно еще хорошо определять действительно почему этот уровень является важным и вот в данной ситуации это уровень образованный паранормальным баром затем были тесты данного уровня то есть он впоследствии стал уровнем проторговки вот был сильный тоже ретест это наиболее важный скажем так для этого уровня который его уже окончательно подтвердил как достаточно сильный и затем когда цена возвращается мы видим обратно образовывается реакция на данный уровень уровень то есть по классике мы ставим лимитный ордер и ждем его исполнения но вероятность того что лимитный ордер исполнится достаточно низкая потому переходим на 15 минутный график я использую его для точки входа и здесь смотрим что какая еще дополнительная информация для меня для нас есть для того чтобы принять решение зайти и поставить стоп лосс и так обращаясь к анализу потока в ликвидности а именно к дельте по количеству тиков вот здесь вот это все столбики и вот эта гистограмма которая тоже самое показывает только с кумулятивным эффектом с эффектом накопления и что мы здесь видим мы видим что вот с вот вот этой свечи уже начинается разногласия то есть дельта по объему вот красная она говорит о том что объем весь заходит на продажу и в это же время в этой красной огромной свече количественная дельта растет то есть количество покупок увеличивается смотрите таких ситуациях это невозможно говорить о том что это толпа потому что толпа не заходят на таких красных свечах да если говорит ловля ножей и так далее это не ловля ножей тут совсем другая ситуация тут просто коррекция до но она такая страшная быстрая агрессивная коррекция вот и когда такое происходит конечно же трейдеры ждут следующей свечи но здесь мы видим профессиональные покупки то есть это покупки алгоритмические в определенный момент времени включаются роботы и начинается покупки по рынку в самых страшных некомфортных местах кроме того вот этот hft объем он является очень значимым потому что это говорит о том что здесь еще зашли продавцы и отступились покупатели то есть здесь мы видим прошло много крупных сделок 178 контрактов 147 144 вот это цепочка тиков за период 1 секунда 324 миллисекунды и 91 проценты этих сделок прошли по беду то есть соответственно на продажу вот и в такой ситуации цена должна провалиться то есть пойти еще ниже но нет же сразу же происходит отторжение низких цен что же это такое как такое может быть но наша задача реагировать и анализировать здесь мы видим что такое такое крупное предложение она сразу же было выкуплено и можно это называть крупным игроком можно называть маркет мейкером я это называю маркет мейкер потому что маркет мейкеры они работают лимитками алгоритмы просто подставляют свои заявки в момент усиленного предложения подставляют заявки и принимают на себя весь этот объем вот и не цена начинает постепенно отторгать эти низкие цены и начинает свое повышение кроме того вот это дельта она нам говорит тоже о профессиональном спросе то есть это уже не маркет мейкеры а это уже возможно фонд какой-то до который заходит по выгодным ценам ну не суть важно мы не можем никак и знать четко конкретно кто это делает ну скорее всего не мелкие игроки алгоритмические торговые системы которые крупными объемами оперируют вот и здесь мы видим двойной спрос и уже можно рассчитывать на то где поставить стоп лосс то есть можно поставить достаточно близкий стоп лосс к примеру вот 3713 с половиной и зайти в эту потрясающую сделку почему так происходит много в моменте спешащих трейдеров которые хотели зайти на продолжение тут ситуация по смп 500 в принципе да когда всем страшно никто не хочет покупать все хотят продавать и как только какой-то импульс возникает они сразу же залетают и вот эти объемы нам показывают что действительно это произошло то есть не только просто на графике от подтверждения реальными объемами и market maker вышел на рынок и принял на себя этот объем кроме market предложения здесь еще было лимитное предложение также сама то есть лимитки тоже начали выставляться и которые агрессивно покупались алгоритмическими системами и вот этот рост количественной дельты он дает нам больше уверенности в том что цена продолжит свое восхождение потому что это восходящая все-таки тенденция вот ну и глобально если смотреть да то тенденция восходящая это все можно увидеть в ленте принтов это поток ордеров фактически но мы его интер начинаем визуализировать на графике для того чтобы не смотреть на бегущую ленту где тысячи сделок до происходит если тут такие объемы за секунду прошли то представьте сколько объема в ленте принтов мы это визуализируем на графике и сразу можем принять решение может быть такое что вы увидите вот такую картину нагромождение и чифте объемов здесь сложно принять решение так как market maker может лимитками зажать цену то есть принимать предложение здесь а здесь сразу же отдавать уже принял отдал принял отдал и в принципе он здесь балансе находится то есть у него нету перевеса вот когда у market maker и возникает перевес то соответственно он уже держит какую-то позицию будет способствовать тому чтобы цена продвигалась в том или ином направлении потому лучше и интереснее когда вот такие одиночные происходят истории с появлением и чуть и объемов так следующая ситуация которая вам хотел бы показать это евро вот она эта ситуация вот уровень так и сейчас посмотрю хорошо ли вам видно вроде бы да вроде бы видно наверное я дневной график все таки расширю сюда да да так будет лучше однозначно так вот мы видим уровень уровень который подтверждается ложными пробоями подтверждаются касаниями здесь сложно ложный пробой вот здесь сложный тоже ложный пробой вроде бы закрепились потом под уровнем ретест пошли ниже то есть уровень подтвержденный однозначно да то есть уровень как говорит александр михайлович герчик что его должны видеть все он должен быть понятен не существует никаких индивидуальных уровней такого просто нету то есть уровне они все четкие и нужно знать четкие правила по которым они строятся для того чтобы с ними работать конечно же мы хотим увидеть реакцию на уровень и зайти на откате вот здесь мы видим конкретно цена подошла и сразу же реакция конечно же можно дожидаться закрытия свечи и ставить лимитный ордер но я таким не занимаюсь я смотрю на анализ потока в ликвидности чтобы действительно четко понимаете дисбаланс и в какой момент можно войти и так эту информацию мы сейчас посмотрим на 15-минутном графике вот эта ситуация то есть полетела цена до зайти в такое вообще невозможно никакого отката вот вот первый откат но вопрос в том что нам нужно дополнительное подтверждение вот таких свечах да когда уже вот такое падение идет и здесь снизу обычные трейдеры не продают потому что продавать здесь абсолютно не комфортно не нет ни за что зацепиться да но мы тем не менее видим большое количество продаж в этот лимитный спрос и это для нас уже предварительная информация что данная тенденция она может продолжиться как нам войти в сделку мы ждем дальше информацию от рынка здесь когда цена уже подошла вот тут есть уровень уже на 15-минутном графике это уровень с которого произошел перихай и получается что сейчас мы его зазеркаливаем таким образом когда мы его уже зазеркалили здесь образовывается контратака вот эта контратака чем она выражается мы видим хвост дельты получается что была дельта на покупку то есть заходили покупатели а потом раз перехватили инициативу продавцы сразу же и закосили это движение у нас есть подтверждение со стороны профессиональных участников рынка и мы с ними заходим касательно цели также очень хорошо видно когда дельта по количеству тиков то есть фонды которые контратакую цену таким образом набирая позицию в местах где благоприятное соотношение ликвидности и цены потому что цена может быть достаточно привлекательной но ликвидности недостаточно потому они не заходят такие сделки они заходят только когда достаточно ликвидности и благоприятная цена но не обязательно она должна быть лучшей это только трейдеры стараются по лучшим ценам заходить фонды так не работают и в те объемы когда уже появляются да это уже для нас информация где лучше частично ликвидировать позицию вот уровень здесь наименьших выплат по опционам это уже информация где выходить из сделки выходить я всегда рекомендую и сделки частями потому что таким образом можно хорошо диверсифицировать риск и также самое благоприятно влияет на психологическое состояние а это очень важно для нас чтобы быть в максимальном тонусе и чтобы в этом рынке сражаться психологическое состояние должно быть очень хорошим и так следующая ситуация это нефть вот этот уровень это уровень который сформирован лимитным покупателям 3-4 касания обычно достаточно уже для того чтобы можно было провести уровень вот произошло первое касание потом небольшой ложный пробой закрепления затем вот второе касание даже третье касание четвертое касание то есть уже четыре касания есть и после этого уже нужно смотреть смотреть и искать точку входа вот в этой свече происходит ложный пробой данного уровня и при том что она поглощает тело полностью предыдущие свечи это кроме этого достаточно сильная свечная формация если смотреть с технической точки зрения и затем мы переходим на анализ потоков ликвидности первый признак вот после этого ложного пробоя который мы видим да еще цена еще свеча не закрылась первый признак профессионального спроса это вот здесь как я вообще отличаю профессиональный спрос от любительского скажем так ну вот когда на такой красной свече происходят покупки да совсем не комфортной ситуации я считаю что это профессиональный спрос я не то что это взял с головы я это проверял на истории и вот я фиксировал те моменты где происходит набор количественной дельты и какие-то ну для меня ситуации которые я как уже трейдер с опытом более 10 лет я бы здесь не заходил не хотел бы вот я думаю что психология моя она не изменилась другой вопрос что я просто уже могу себя контролировать но по ощущениям я чувствую когда хочется зайти в сделку и когда не хочется и очень важно прислушиваете понимать эти ощущения так вот здесь однозначно не хочется здесь присутствует профессиональный спрос кроме того тоже локальный уровень давайте мы сюда поставим линию и тоже после ложного пробоя хорошая возможность зайти в сделку причем здесь видите формируется максимальный объем дня и этот максимальный объем дня он тоже является уровнем зоны поддержки это очень важно понимать и здесь уже дополнительное тоже подтверждение вот цена закрепляется выше этого объема то есть получается что стоп лосс уже можно поставить вот ниже вот этой свечи которая является ложным пробоем и заходить в такую сделку спокойно то есть вот так количественная дельта она помогает нам зайти так дальше пример по золоту тоже мощнейший уровень то есть мы сейчас это четвертый инструмент мы разобрали нефть мы разобрали евро мы разобрали snp 500 и сейчас золото то есть четыре наиболее ликвидных инструмента вот этот уровень это просто мощнее не придумаешь на самом деле один раз протестируя ложный пробой то есть это уровень после импульса первая коррекция потом пошло движение потом опять возврат очень большой бар можно сказать паранормальный и хвостом подтверждает этот уровень затем более глубокая коррекция опять подтверждает этот уровень затем опять касания подтверждение затем ложный пробой то есть пять подтверждений соответственно когда цена возвращается к этому уровню конечно же тем более когда на таких паранормальных барах конечно же будет отскок вот и если например поставить сюда лимитный ордер и зайти то ну вы видите да произошел ложный пробой и этот лимитный ордер он бы сработал и потом бы сработал стоп лосс потому переходим на 15-минутный график вот видите тут такое сильное падение и здесь уже были предварительные покупки профессиональные вот вот этой свечи вот этих двух свечах то есть были профессиональные покупки но не было остановки не было остановки ценового движения и вот такая небольшая тут видно контратака видите дельта с тенью если мы установим этот уровень на всех таймфреймах то есть вот на следующий день произошел опять пробой этого уровня вот который ложный затем идет мягкий ретест и вот отсюда уже можно пробовать брать но вот снова же берем по дельте смотрим где произошло еще раз увеличение позиции вот здесь это же формирование определенного лимитного спроса лимитного уровня цена отбивается и здесь уже можно когда у нас есть поддержка со стороны профессионального спроса мы можем уже заходить более смело более спокойно в данную позицию вот здесь хороший да идет ретест вот этого уровня если мы здесь не нашли идет ретест и опять же таки вот количественная дельта она показывает что все таки есть наличие вот предварительный спрос пошел здесь здесь то есть они не обязательно набирают позицию вот на самых минимумах они могут заранее набирать потом идет какой-то пролив и выкуп то есть а мы уже смотрим где для нас комфортная точка входа где у нас хорошее идет соотношение риска и прибыли и чип те объемы нам дают информацию вот здесь было еще в те объем здесь где нам стоят частично фиксировать позицию потому что если это объема останавливает цену то есть вероятность что цена опять продолжит свое снижение возможно пойдет на повторный пробой данного уровня вот здесь да мы снова подходим к этому уровню и снова контратака на мощной сильной свече на которой точно не комфортно покупать я не сильно люблю вот такие вещи да когда нужно покупать в какое-то болото из сопротивлений потому что да вот у нас есть тут такая паранормальная свеча но нам нужно лучше точка входа соотношением риск прибыль вот здесь когда уже цена начинает фиксироваться формировать какую-то лимитную поддержку от вот этого объем чека максимального объема к примеру вот этой свечи то есть вот два раза до оттестировали соответственно есть какой-то уровень уже две точки есть для того чтобы понимать уровень нужно как минимум две точки вот и после этого идет уже еще один ретест и свеча поглощения тут тоже были предварительные покупки вот здесь вот в этом месте вот здесь была сильная контратака но вот после такой ситуации конечно это во первых происходило ночью да мы видим профессиональный спрос он был и в этой свече тоже вот и цена обратно возвращается над уровнем первый ретест второй ретест вот хорошая свеча которая подтверждает тоже профессиональный спрос но здесь опять свеча которая наоборот вниз идет то есть соответственно если вот такие ситуации мы видим это они нивелируют друг друга то есть этот объем мы не учитываем если дельту вы увидели такую на покупку и потом на продажу соответственно мы это уже не учитываем так как энергия скомпенсирована если было только падение то я бы задумался о том чтобы выходить из сделки потому что алгоритмические системы работают против меня это не есть хорошо то есть это звоночек что я уже стою против умных денег нужно смотреть чтобы количественная дельта набиралась именно в некомфортных для торговли местах так как если она растет в комфортных это значит что это сделки толпы также хотел бы показать вам один простой и доступный метод совмещение технических уровней и коммерческих уровней на которых действительно происходит формирование позиции хеджерами и коммерческими трейдерами в таком случае вы будете уверены в том что вы не ошиблись с покупкой так как на вашей стороне фонды сильные мира сего вот у нас есть по фунту сильным уровень который является зеркальным уровнем он также является уровнем проторговки вот зеркальный уровень проторговка подтвержденный многими касаниями вот тут сложный ложный пробой этого уровня также был и здесь когда цена возвращается к данному уровню мы понимаем что вот в этой проторговки если посмотреть на соточеты здесь было очень сильное увеличение тоже позиций то есть позиции фондов увеличились на сто одиннадцать процентов это достаточно крупное увеличение в два раза получается потому наши покупки будут выглядеть более убедительно и когда цена уже будет подходить к этому уровню это больше вероятности что цена отобьется от этого уровня так следующая ситуация это канадец дневка тоже уровень первой коррекции после импульса уровень подтверждена свечой с большой тенью затем ложный пробой еще два ложных пробоя вот цена возвращается фиксируется можно заходить на вот этой свече после уже сильного достаточно импульса то есть это будет для нас больше подтверждения в этой зоне произошло максимальное за год увеличение коротких позиций и длинных позиций по канадцу вот здесь то есть понятное дело что когда цена будет возвращаться к этому уровню какие-то фонды будут докупать свою позицию соответственно это есть уже действительно подтвержденная профессиональная информация потому что сот это единственный вообще источник информации которая дает нам понять сентимент трейдеров кто куда заходит то есть заручившись поддержкой фондов мы можем спокойно уже открывать эту позицию когда закрылся дневной бар выше данных уровней коммерческого и технического при том что вот максимальная проторговка была именно в хвосте данного бара то есть на 15-ти минутном графике мы видим здесь вот эта контратака которая нам нужна вот она тень свечи выкупили и затем еще плюс образование HFC объема 2,5 миллисекунды 265 контрактов крупных сделок и соответственно для нас уже это хорошая точка входа и затем цена приходит к верхней границе диапазона на дневном графике дневной м 2,5 миллисекунды Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok